С той стороны зайди. Замечательно сделаем, чтобы снимали не завтра, а перец. Всем привет, у нас день уже продолжается. Начался он дома, конечно, и вот как говорю, начался он включить. Вчера мы их задержали. После съемок мы еще сделали разбивку, все промерили, подчертили. А сегодня уже просто сразу начали уклад плитки, как заранее подготовили все. Напишите свое мнение, как вам плитка. Вот у нас одна полоса идет и здесь вторая. И вот здесь у нас одна линия будет, вторая линия. То есть шкаф будет закрывать, наверное, эту линию и здесь уже пойдет просто одна линия по центру. А, ну, здесь тоже как бы линия будет, тоже меньше будет в разбежку. Почему-то в рекомендациях плитки, там прямо нарисовано, что 50 на 50, то есть вот так вот перекрывать не рекомендуется. Рекомендуют они как-то вот так вот делать, не знаю там, почему это, я не знаю. Но, в принципе, можем и так сделать. Можно, знаешь, как сейчас будет, посмотреть, насколько она будет... А, не сам полипомникой строит. Здесь относительно, что будем смещать, надо сейчас померить рулевкой. Где у нас рулевка? Где кирпич? 21 сантиметр, можем делать смещение. Видите-ка, у нас 60, а мы можем 21 смещение делать. И как раз, вот, у нас сюда зайдет полностью 21. Ну, как смещение сделать, как ты думаешь, нормально будет? Я думаю, да. Так, и здесь у нас остается... 44. Ну, а плитка 60. Да, туда как раз зайдет и все прикроет. То есть здесь у нас кусочек будет, а здесь зайдет туда целое уже. Без кусочка. А весь будет уже там доставляться. Что, вот так делаем? Ну, да. Думаешь, лучше, чем 50 на 50? Поэтому, да. Ну, сейчас вот будем... Ну, да, когда у нас здесь линия пойдет, и рядом линия, да? Ну, да. А здесь уже дальше пойдет. Ну, мы будем этой центральной придержаться. Здесь, получается, тоже у нас тогда будет видно ее. Ну, и здесь это спрятано, наверное, будто это видно. Так. Ладно, мы можем даже сейчас вот это поставить сразу близко. Так, 21. Это что, на каждой нарисовать надо карандаш? Ну, да. Надо линии, метку делать. 21. Ну, да. Там мы сейчас тоже эту поставим, чтобы уже не запутаться, да? Ну, да. И пониже, и дальше ориентироваться. Пытаясь, чтобы было бы сейчас здесь линию 21 нарисовать, вон, чтобы уже каждую плитку не мерить. Мы просто будем стыковать, и все правильно же. Так. Угу. Сейчас давай тогда. А здесь 21 нарисуем. 21. И здесь 21. И здесь 21. Лазер поставим и нарисуем здесь линию, чтобы нам каждый раз каждую плитку не отмечать. Так же проще будет, думаю, намного. В конце и начале тоже проверим. Сегодня на улице 10 градусов тепла все выше. Прохладенько. Так. 21. Надеюсь, что подойдет. Ну, здесь сейчас 21 сделаем. 21. И здесь ушло линию, видишь, насколько. Угу. 22. 22. 21. 23. 24. 24. 25. 25. 26. 26. Вроде да Тебе понимаешь почему жижа не пошла? Кто не пошел? Клей жижек Ну да Так Вот вам поколение надо Двинул по ней И здесь полы у нас в более беде все вырвали И поэтому все в одной плоскости Можно даже сделать с уровня просто Один слой клея Делаем И все Получается Получается от плитки А если сейчас крестик еще делать Один кусочек Маленький Туда мы можем обрезки потом попихать Ну да Это все равно будет за кухней За шкафами Никогда оно видно нигде не будет А тут Сейчас мы боремся Больше конечно за видимые места То что будет на ряду На глазах Ну да Ну да Ну что у нас Тебе все блинку положим С глазом Андрею большое спасибо Он нам И страничок Сварив И готовился То есть По возможности Помогает Ну опять же Что умеет Если человек не умеет Делать Как он может помочь А то Чем умеет То Помогает Помогает Подплетунет Вот также там в комментариях тоже возмущаются типа почему кто-то должен помогать я сказал что никто не должен опять же кто-то делает мои силы моих возможностях способностях я могу помочь даже бесплатно а если у меня там долгую ноль будет смысл мне туда идти и морально поддержать цветовку каждый занимает своим делом так все таки надо и намочить они намочили так здесь закладывать будем потом как раз можно будет вот так по ним и выйти потом сможем до конца постелить а потом когда это в понедельник она застынет хотя в понедельник может маску привязать и вырезать сюда кусочки потом и по центру уже можно будет ходить вот это уже этапы каких-то проектов ближе к чистовой работе наверное немножко будет интереснее да Максим ну да или демонтаж будет интереснее демонтаж это самый не интересный у меня там как-то иголок упустился на и поднять керамогранит очень крепкий там проще было указано надеюсь и при этом это просто чужим людям делал ремонт я сделал и ушел там закончил и ушел делать уже нашу квартиру я же это все рассказывал не знаю почему у нас квартира на гимске никогда не было у нас это единственное жилье это вот эта квартира все больше у нас ничего нет нельзя так скрутки делать нельзя на изоленту но я это предвидел я об этом говорил в комментариях по-другому это будет взять в реальности вот эти все старые дома они все так проводкой собраны и стоят не один десяток лет и ничего с ними не происходит сейчас вот я буду опять же в подъезде подключать к электричеству может быть покажу как там сделано соединение на доме уже очень много лет что на скрутках произойдет и как говорил я тоже интересовался этим вопросом что эксперименты там делали вот такое задение выдержит больше всего от самой большой нагрузки не греется не плавится по сравнению с этими всякими современными ну каждый делает как считает правильно да но как бы не современно я за современным не гоняюсь я человек уже не молодой я уже привык по-детовски все делаю поэтому делаю по старинке смотря что если допустим брать какой-то дизайн более современный то да уже старайся как она была по современному а то что там внутри я уверен что ничего с ним не пройдет с этим соединением будет все отлично и то что касается по современному меня как-то здесь не интересует помогла нам эффективно надежно и все остальное меня мало интересует вообще вот так вот мы начали процесс ну покажем уже попозже что у нас получается там у нас будет еще вот этот зазор гипсокартон можно допускаться это нормально то что сейчас вот так оно все есть и еще здесь у нас будет соответственно принтус какой-то зазор допускается а этот зазор для того чтобы немножко выиграть по геометрии помещения все по-моему все по-моему так выключается поработали мы где-то 10 минут сюда приехали наверно и сейчас вот час времени и вот такую часть мы уже сделали сейчас просто кладу ее без подрезки основная часть будет уложена и потом будем заниматься только подрезками то есть уже можно будет ходить по всему периметру и просто укладывать подрезки сегодня мы я думаю общую огромную большую площадь мы и закончим насколько силы хватит и времени уже посмотрим пойдем ли мы в коридор и санузел ну подгоним побольше работа тоже покажем пока вот за три часа мы только вздевали что маловато за три часа хотя процесс у нас идет короновато в том плане что спина не хочет со всем работать от слова совсем вообще ну потихонечку у нас как уже такие результаты я не скажу что там грань-плитаж есть но поработка ну для нас для нашей сельской местности пойдет для нашей деревни еще по комментарии были комментарии кого-то зазнались кто-то там вас приследует она придумали ну да и собаку у нас украли тоже нам показалось мы даже узнаем кто это сделал знаем у кого она сейчас но доказать ничего не может и что интересно это делает взрослый мужик у которого трое детей вроде как должен немножко понимать что он делает а нет ну по крайней мере если что-то еще такое будет продолжаться мы уже знаем от кого это ждать что за человек как его зовут где он живет на которой он ездит то есть это чтобы подобная будка к собаке уже мы к этому просто уже готовы а так ну то же там сбор такие же нет мы звание держим может им нужнее была эта собака может им нужнее была эта собака может им нужнее была эта собака а так что с помощью того что нам показалось это вряд ли такое может показаться им с удовольствием ты же спокойно если бы не было у нас инцидентов дети за собаку скучают если хотите можете вернуть мы с удовольствием свою собаку назад заберем ну али мы как-то не собираемся там что-то сейчас доказывать что-то объяснять это в общем судья ну люди верующие поэтому но то что это происходит это факт к сожалению плитка не совсем ровная и она не сильно отражает сколько она по-моему 800 рублей ну да ну по сравнению там как за 5000 за 300 за квадратный метр ну я скажу и не дешевая наверно ну там самая дешевая сколько рублей по 700 было да даже дешевая ну керамогранит ну керамогранит да ну мы же керамогранита смотрели ну уже у нас пачки было 4 штуки разбитых угол убитых и плитка рез упал а на плитку тоже угол убит то есть она бьется ну просто ну просто надо ну может опять же она пока сырая сейчас вот она застынет клей она станет на место и будет возможно покрепче вот осталось заложить несколько плиток хотелось бы конечно еще и карточку не закончить ну в смысле центр прокинуть чтобы с поделик уже у нас осталось как бы основной кусочек делать и все меня меня до сих пор удивляют те люди которые вижу что даже показывают весь процесс работы вижу что я там не сам делаю а кто по башену это все делает есть да работают которые допустим напяжные потолки двери я тоже сам не хочу ставить двери ну не дешевые двери и если допустим испортишь коробку и это просто не купишь они там по заказу комплектом это можно одевать я не трясовался и не хочу рисковать поэтому вот дверю надо специалисты потолки да тоже будем нанимать надежды чтобы нам сделали что еще кухню нам будут собирать там времени у нас нет я бы сам бы собрал но у нас время очень сильно ограничено поэтому пусть приедут и соберут ну вот такие нюансы а так в общем все делаю сам электрику электрику и сантехнику все 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 так что сейчас закончим здесь пойдем быстрее всего коридор здесь осталось раз два три четыре пять шесть сколько там ты считал чуть больше сделал чуть больше сделал а ты больше сантехнику Вот такая структура. В общем, с мебелью все должно быть, по-моему, отлично. И вот это оптимальный вариант в нашем случае. Даже если сравнить с ламинатом, здесь плитку просто если разбили, можно взять ее, запас в гараже, допустим, положить, штук 5. Если вдруг разбили, ну, 10, там, не знаю, взял, просто ее заменил. А с ламинатом так не получится, это все надо разбирать, и все намного сложнее. Ну, я не думаю, что надо будет прям биться, хотя все может быть. Сейчас вот легко просто этот упал, ледковец, все, и угол отбился. Ну, посмотрим. Посмотрим, как она будет себя вести. Так что насчет показалось тоже. Но это исключено. Как может показаться, когда все эти мелкие кричали, прибежали, говорят, приехал. И мы в окне стояли, пожилили. Еще особенное показалось, то, что ездили по нашу душу. Кто немножко знает, если езжали по делам как-то, к этому дому. Все знают, что проезд здесь складной. Не один проезд. Он как бы дом. Со всех сторон можно к нему подъехать. Как он подъехал, похоже, заменил нас и развернулся. Стал разворачиваться, свой путь наводить. И по газам уехал. То есть в полицах. Все. Ну, теперь мы точно узнаем, кто да как. По поводу того, что кто-то там выясняет. Я тоже не хочу. Вот если человек так поступает, ну, мне кажется, разговаривать без проблем. Не имеет правительство, как делать. Воровать собаку. Ну, как минимум, это странно. И объяснений никакого нет. Не смысл с ним разговаривать. Я, кстати, разговаривал с ним. Тут у меня было подозрение, что не он. А его жена это делает. Ну, по итогу оказалось, что это все вон. Если что, как бы, будет какие-то там нюансы. Ну, знаю, где живет. Все могу попробовать. Чтоб было более достоверно. Так что... Я, честно, не хочу этого делать. Просто, чтобы нас оставили в покое. Мы будем здесь спокойно жить. Пусть они живут в своей деревне. Мы будем у себя здесь жить в квартире. Заниматься своей жизнью. Они пусть живут своей жизнью. Вот, я думаю, что так будет нормально. А так, мне это вообще не нужно ничего. Или пусть... Горды будут друзья, за их действия. Ну... По-моему, это вообще не по-человечески должно поступать. Все, осталось немного. Сейчас продолжаем. Папа, как раз снимается. Я услышал. Тум. Как по голове дали тум. Тум. Приехали мы домой сейчас. Анжела сегодня сварила суп. Что еще Анжела сварила? Да. Только суп? Да. Папа, ты говорил. Говорил, конечно. Мы уже поедем. Сейчас будем чай пить. А с видео на сегодня все. Всем спасибо, кто смотрел. И скоро увидимся, наверное. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...